Вот так выглядит экватор. Мы с вами находимся в Западной Африке, страна Гана, а именно север Ганы – город Навронго. Привет, друзья! Меня зовут Виктория, и я и моя семья здесь проживаем уже 25 лет. А вы видите территорию университета, где я тоже преподаю последние 20 лет. И сегодня мы отправляемся к одной из моих коллег-преподавателей. Она пригласила всех женщин-преподавателей нашего университета в гости. Моя новая коллега недавно приехала из Испании, и ей университет предоставил жилье. Квартиру в одной из вот таких многоэтажек, которые находятся на кампусе университета. Итак, осталось только подняться, и сразу же здесь закуски на столе. Наша гостеприимная хозяйка приготовила все для ее гостей. Это детская фотография ее сына, который уже взрослый. Ему 37, у него двое детей. А теперь и сама хозяйка расскажет о себе. По ее словам, ее назвали Роза Мария. Раньше было принято у католиков добавлять каждому имени Мария. Вот она объясняет. Анна Мария, Роза Мария, Мария Луиса. Если я говорю Роза Мария, то все будет называть меня Мария. Нет. Либо ты называешь меня Роза Мария, либо ты будешь называть меня Роза. Но она предпочитает, чтобы ее называли Роза. Итак, Роза из Испании, из Барселоны, и она химик. И когда ей было около 30, она решила... Вернее, у нее появилась идея, что она приезжает в Ганну. Она преподавала химию в Кумасе, один из городов, крупных городов Ганы. Это был 1982 год. Она была замужем за испанца. И вот этот ее сын, которого она родила тогда, он родился в Гане. И прожили они 6 лет. Ну, а что потом? После этого семья вернулась в Испанию, чтобы там жить и работать. Прошли годы. И вот уже, когда приближалась пенсия, Роза начала думать снова о Гане. Ей захотелось опять того опыта, который она испытала в те далекие времена. Поэтому она решила приехать в Ганну снова. Мой сын... Я в девушке сейчас. Мой сын уже взрослый. Он уже есть два девчонка. Мои роды умерли в 20 лет. В 26 лет они умерли. Я не имею в виду обязательства. Я все равно свободна. Она развелась с мужем за это время в Испании. Сын вырос, создал свою семью. У него уже двое мальчиков. Родители уже умерли. То есть она осталась практически одна. Свободная женщина. Поэтому она решила вернуться в Ганну сейчас. Хотя я ее встретила еще в 2010 году. Она все-таки приезжала в Ганну. Приезжала через Брукина-Фасо. Соседняя страна. Наш город Навронго. В 15 минут езды от границы с Брукина-Фасо. То есть она приехала в ту страну и заехала в Навронго. Здесь ближе, чем ехать в столицу Акра, которая очень далеко от Навронго. И вот так она попала в наш университет. Тоже познакомилась с нами. И, возможно, еще тогда она начала думать, что почему бы не вернуться позже сюда. Ну, тогда, в 2010-м, она заехала буквально на несколько дней. Давала она нам лекцию об инновационном менеджменте. У нее была своя компания, основанная на этом. И она даже открыла офис в столице Ганны-Акра. Тогда она заехала буквально на несколько дней и оставила нас. А сейчас уже она на пенсии. Поэтому приехала поселиться. Не знаю, насколько, надолго. Она сама еще не знает. И она теперь с нами. Поэтому университет ей предоставил жилье. Хотя официально ее работа не работа преподавателя. А в основном она использует свой опыт, чтобы, например, получать гранты. Она владеет французским, английским, испанским. И пишет в различные эти организации. Направляет свои заявки, чтобы получать гранты для этого нашего университета. Давайте теперь познакомимся с гостями. Вот эта женщина, она секретарь факультета математического нашего университета. Приехала сюда года два назад. Хотя она раньше тоже была секретарем. Но в другом департаменте, в другом отделении университета, который был в другом городе. Роса поинтересовалась, есть ли у нее дети. Она говорит, да, у меня один ребенок. И, конечно же, дошла и моя очередь. Я представилась, назвала свое имя. Ведь некоторые из гостей здесь мы не знаем друг друга. Мы видим себя впервые. Поэтому представились все мы. И сказала, что меня зовут Виктория. Что я преподавала изначально математику, скажем, лет 10 сначала здесь. А сейчас уже Financial Accounting и Management. Бухгалтерия и Management по-нашему. Девушки со мной сидят. Это мои бывшие студентки. Но каждый из них расскажет о себе очень скоро. Ведь они уже преподаватели. Это Белинда. Она преподаватель на факультете F-Science, наука о планете Земля. Здесь она в Новоронгу с 2004 года. Пришла, приехала как студент. Она совсем из другого региона Ганы. Волта, Риджин. Оттуда, кстати, и мой муж. Айрин, она училась у меня с 2003 года. Затем я помню, что она делала магистратуру в Америке. Где-то закончила аспирантуру. И теперь она преподаватель статистики здесь, в Новоронгу. Хотя изначально она из региона Апповест. Тоже из абсолютно другого региона. Айрин, расскажи о семье. Замужем, трое детей и один приемный. А Белинда ответила, у нее нет мужа, нет детей. И следующая Юнис. Юнис и Белинда были в одном классе с 2004 года. Здесь она сказала, что я преподавала у них. Юнис специалист в области прикладной биологии. Это ее дочь. И старшая Мебель, ее приемная дочь. Юнис не замужем. Юнис из другого региона Ганы. Центральный регион, Central Region. Здесь я сказала, что моя дочь тоже училась в том же регионе. Сколько радости, что они закончили одну и ту же среднюю школу. Еще одна моя ученица, Мэри Магдален. Она специалист в области прикладной химии. Эри училась в Навронго с 2002 года, затем она закончила магистратуру, аспирантуру и вернулась к нам сюда, в университет. И у Жена стала заведующей своей кафедры, но самое интересное – это ее семья. Слушайте о ее детях. Двое детей родились во время магистратуры. Двое детей родились во время магистратуры. Двое детей родились во время магистратуры. А вики так меня тогда называли студенты. До сих пор называют. Они вспоминают сейчас времена, когда они были моими студентками. Девчонки говорят, что все мои бывшие студенты всегда сначала спрашивают обо мне, когда хотят узнать, как дела на кампусе. А вот и Роса со своими угощениями. Еще одна знакомая Росы. Она приехала из другого региона, из Ценриджин. Совсем недавно работает в больнице. Муж у нее врач. У них двое сыновей, и она ожидает третьего ребенка. Мадам Роса поблагодарила нас за приход. Говорит, что она приготовила что-то, чтобы просто пальчиками брать хайдвилок не нужно. Говорит, что она готова. А это Роса показала нам планету Венера. Видите, вот такое яркое пятнышко там на темном небе. Спасибо Росе за такой вечер. Она помогла мне встретиться со всеми моими бывшими студентками, которые сейчас мои коллеги. Ведь только на этом вечере я узнала, что каждая из них прибыла из разного региона Ганы. А это значит, что у них разные местные языки, которые непонятны друг другу. А это значит, что единственный язык, который все мы можем понимать, это только английский. Язык нашего общения. И я благодарю всех вас, мои дорогие зрители, за просмотр этого видео. Спасибо за ваше внимание. И надеюсь, что мы снова встретимся на моем канале «Моя теплая Африка».